Доброе утро, уважаемые коллеги. Я сегодня хочу поговорить о том, в каких случаях мы назначаем надевантную терапию у пациентов с N-положительным раком прямой кишки. Если мы посмотрим на мультицитровые международные исследования, рандомизированные, которые были выполнены последние 20 лет, на основании которых мы сейчас и принимаем клинические рекомендации, то мы увидим, что в этих исследованиях, где проводилась селективная надевантная химиолучевая терапия или проводилось просто хирургическое лечение пациентов, к сожалению, не было выявлено улучшений показателей общей выживаемости. Немецкая группа исследований, рандомизированное исследование, где проводили короткий курс против длинного курса лучевой терапии. Датская группа исследований. Также вы видите, что 10-летняя выживаемость у пациентов, которым проводили просто ТМИ с предоперационной надевантной химиолучевой терапией, не вывела разницы в общей выживаемости пациентов. С чем же это может быть связано? Если вы посмотрите, каков был критерий включения пациентов в исследование, то вы увидите, как они их стадировали. Во-первых, в основном это была клиническая оценка локализации опухоли и компьютерная томография, и лимогентостанностная томография. И они говорили, что если у пациентов есть положительные лимфатические узлы по данным предоперационной диагностики, пациенты должны получать надевантную химиолучевую терапию. Но на самом деле, так ли это? Нужно ли облучать всех пациентов, в которых мы видим лимфатические узлы? Во-первых, точность определения их далека от идеала. Если мы обратимся к Mercury Study, и вот, значит, Quirk, я думаю, он всем вам известен, он доказал, что если мы получаем хорошее качество TME патоморфологического препарата, то даже наличие лимфатических узлов в этом препарате не ведет к увеличению частоты локоригинальных рецидивов. Вне зависимости от того, есть ли там положительные лимфы узлы или нет. Но мы, конечно, не забываем о том, что само качество хирургического вмешательства будет иметь огромное значение, потому что если лимфатические узлы, даже если они вовлечены, они сидят близко к латеральному краю, и мы оставили это, выполнили плохое качество тотальной пазектомиктомии, естественно, пациенты в группе риска по возникновению локальных рецидивов. Но в чем проблема? Когда мы говорим о том, что нужно пациентов стадировать на операционном этапе, определять вовлеченность лимфатических узлов, если посмотрите на рекомендации СГАР, это Европейская ассоциация рентгенологов, которые занимаются гастроэнтестинальной патологией. И вы увидите, на мой взгляд, некий абсурд. Когда мы начинаем мерить и говорим, что критерии вовлеченности лимфатических узлов 9 мм, значит 5,8 мм, поверьте мне, что если я и еще кто-то из коллег сядет и мы начнем мерить лимфатические узлы, то я скажу, что это 10, он скажет 9, другой скажет 8. В общем, на мой взгляд, вот это некий полный бред, который в клинической практике неприменим, потому что так это не работает. Это просто трата нашего времени, waste of time. Мы посмотрели, мы вместе с профессором Дженна Браун, что мы сделали. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что в основном не везде мы используем МРТ высокого разрешения. Что такое 160 на 160? Это просто размер поля. Если маленькое поле, хорошее разрешение. Большое поле, разрешение хуже. Но если вы опять же посмотрите на большинство клинических исследований, они указывают, какие характеристики МРТ они использовали. В основном это будет 140 на 140. То есть большое поле, и на самом деле разрешение исследования очень плохое. Выявить детально какие-то мелкие частицы и патоморфологический признак лимфатических узлов тоже затруднительно. Мы взяли рекомендации СГАР и начали мерить лимфатические узлы. Мы сказали, окей, 5 сантиметров, 5 миллиметров. Все, что больше, мы будем говорить, что это метастически пораженный узел. Все, что меньше, мы говорим, что это доброкачественные какие-то гиперплазии. Если мы оцениваем на МРТ плохого качества, то точность определения порядка 60%. Если мы говорим, что мы оцениваем тот же самый размер узлов на МРТ, где разрешение намного лучше, мы даже можем увидеть меньшее количество лимфатических узлов, потому что часть из них будет представлена сосудами или еще чем-то. Но если мы используем лимфатические характеристики лимфатических узлов, вне зависимости от их размера, то точность определения возрастает в разы. Что такое лимфатические характеристики, я скажу чуть позже. Но хочу обратить ваше внимание на такой фактор, что наличие лимфатических узлов и увеличенных лимфатических узлов у пациентов с колоректальным раком на самом деле является хорошим прогностическим признаком. Это было доказано группой и немецких ученых, и в Imperial College, если вы когда-то слышите такую фамилию Джордж Хана, он занимается в основном APGI, значит, верхний отдел желудочно-кишечного тракта. Он опубликовал огромное количество органов, где он доказывает, не только утверждает, что на самом деле наличие лимфатических узлов это хороший прогностический признак. Опять же, Меркель в 2001 году группа ученых опубликовала, что опухоли Т2 и Т3, меньше у которых распространение за экстрамуральный мышечный слой, у них хорошая пятилетняя выживаемость вне зависимости от того, есть у этих пациентов лимфатические узлы или нет. Возвращаемся к Меркеру Трайл. 11 международных центров, 30 цирентгенологов, которые оценивали и стадировали опухоли. У 295 пациентов была выпирана операция без справедельно-диванных и лучевой терапии. Лучевая терапия не назначалась пациентам, если у них был отрицательный краорезекцией, отсутствие лимфатической инвазии и опухоли, уменьшившим Т3Б, вне зависимости от того, был у них положительный лимфатический узл или нет, по данным предоперационной МРТ-диагностики. И что же мы видим? Что на самом деле у этих пациентов частота локареогенов лимфатический узлов не превышает не превышает 3%. То есть, вне зависимости от того, есть ли там лимфатические узлы или нет, конечно, мы говорим, что это качество тотальной мегазаректомоэктомии было выполнено на лучшем уровне, это были хорошие препараты. Вне зависимости от наличия лимфатических узлов у этих пациентов частота рецидивов очень мала. И также в этом среднем было доказано, что если рентгенолог увидит лимфатический узел, который менее 5 мм, он скажет, что этот лимфатический узел не вовлечен, то и вот просто даже не обращая ни на что внимания, то составит точность результата 82%. При этом риск локареогеновых рецидивов у этих пациентов 3%. То есть, если мы даже видим лимфатические узлы у данных пациентов, мы в основном их игнорируем, если я опять же обращу на лучшее внимание, имеется отрицательный потенциальный край латеральной резекции. И стоит ли подвергать пациента вот с таким лимфатическим узлом? Да, естественно, он больше 5 мм в лучевой терапии, если мы понимаем, что он на самом деле реактивный, даже по признакам, по морфологическим признакам на МРТ. Он имеет ровный контур и гомогенный сигнал. Мы вообще не упомяем такие лимфатические узлы в своих заключениях. Еще один пример. Мы видим лимфатический узел, сидящий близко к безрактальной фасте, ровная капсула, гомогенный сигнал. Пациент идет на хирургическое лечение без предоперационной химолочевой терапии. Еще один из примеров. Гомогенный сигнал, ровные контуры. Мы даже не указываем такие лимфатические узлы в заключении. В чем проблема определения лимфатических узлов? Проблема в том, что на самом деле мы не можем увидеть микрометастазы. Мы видим уже крупные поражения. Мы видим, когда есть выход за пределы капсула лимфатического узла. А соответственно, микрометастазы мы все равно пропускаем. И говорить о точности метода это, конечно, достаточно проблематично. Обращаю ваше внимание, что также группа нидерландских ученых, это один из их регистров, опубликовала свои данные и указала, что на самом деле пациенты, у которых отмечается метастатическое поражение печени, далеко не у всех возникает и отмечается поражение лимфатических узлов. Это нас наводит на мысль, что на самом деле существует другой путь метастатического поражения и отсева метастазов в отдаленные участки легкие печень, значит, не через лимфатические коллекторы. Вот одна из работ, это абстракт, это еще не опубликованная работа, где было доказано, что пораженные лимфатические узлы и отдаленные метастазы имеют разные клоны. Значит, существует какой-то некий иной путь эндостатического поражения. Да, он существует. Это венозная инвазия. Еще в 1938 году Браун и Уоррен в фирмическом журнале по гинекологии публиковали свои находки. 170 пациентов. Пациентам всем было проведено хирургическое лечение. Они увидели, что в 61% случаев у пациентов отмечается венозная инвазия. И в 67% случаев у этих пациентов отмечалось висцеральное поражение, в частности, поражение печени. Данные Royal Massen Group. Если мы видим признак венозной инвазии по данным МРТ, то у этих пациентов показатели отдаленной выживаемости, безрецидивной общей выживаемости значительно хуже. Посмотрите, трехлетняя выживаемость, если мы не видим признаков венозной инвазии у этих пациентов, порядка 70%. И значительное снижение выживаемости, если у пациентов отмечается венозная инвазия по данным МРТ. Если мы посмотрим на такой же признак, даже не только при раке прямой кишки, но и при колоректальном раке, то если мы отмечаем наличие венозной инвазии у пациентов с колоректальным раком, разница между положительным и отрицательным признаком наличия венозной инвазии по данным предоперационной диагностики, то эти пациенты в группе высокого риска. Если у них есть наличие венозной инвазии по данным предоперационной диагностики, скорее всего, у пациентов разовьется метастаз в течение первых 12 месяцев, даже если мы не отмечаем метастазическое поражение при первичной диагностике. Но в чем же проблема на сегодняшний день? Во-первых, проблема в том, что патоморфологически мы не всегда находим венозную инвазию. Низкий показатель имеется между Inter-Azor Agreement для определения этого признака и значительной вариацией именно определения самих находок, потому что сегодня у всех разные интерпретации, и это ведет, конечно, к большим ошибкам. В 2014 году Роэлл Коллевич в Pathologies опубликовал свои рекомендации. Они говорят, что если в вашем институте стабильно, частота определения или выявляемость венозной инвазии по данным патоморфологии составляет ниже, чем 30% из общей когорты пациентов, в котором проводится хирургическое лечение в вашем институте, то рекомендовано применение эластиновых хоразителей для того, чтобы выявить данный признак. Также они рекомендуют сообщать находки МРТ-диагностики, то есть если рентгенолог увидел венозную инвазию по данным агнитостанциальной томографии, это необходимо сообщить патоморфологу. В чем проблема патоморфологических находок, опять же? Если пациенту провели нативантовую лучшимую терапию, на месте венозной инвазии, венозного депозита возникает фиброз, то в этом случае патоморфолог находится в сложной ситуации. Он не знает, как правильно интерпретировать находки. Он не знает, что было на участке этого самого фиброза. Было это лимфатическое узел, это была венозная инвазия. При этом МРТ позволяет увидеть венозную инвазию и после проведения химиотерапии. Мы проводим оценку, исходя из того, какие характеристики сигнал. То есть если мы видим преобладание фиброза, мы говорим, что вероятнее всего там просто участки фиброза. Мы, конечно, не можем исключить активные опухолевые клетки, но если мы видим, что происходит регресс, особенно в течение нескольких серий МРТ, мы говорим, что да, даже венозный депозит отвечает на проводимую химиотерапию. И эти пациенты, в том случае, если у них произошла конвертация из МРТ положительных признаков венозной инвазии в МРТ отрицательные признаки венозной инвазии, то у них общие показатели выживаемости улучшаются в разы. Так что же это такое? Мы на патоморфологии имеем один срез. Опять же, это несколько затруднительно, давля патоморфологов. Дифференцировать венозный депозит это лимфатический узел, особенно если мы предположим, что у лимфатического узла полностью разрушена капсулу и отсутствуют лимфатические паренхимы. То на данном МРТ мы всегда можем точно сказать, лимфатический узел это ли венозный депозит, потому что венозный депозит будет инфильтрировать сам сосуд, он будет его расширять. И опухолевый сигнал, опухолевая ткань будет находиться именно вдоль венозных коллекторов. Данный признак венозной инвазии, он отличается от лимфатических узлов. Чем? Потому что венозная инвазия, она, как мы говорим, для нее нет никаких преград. Она распространяется в латеральные клетчатки, в латеральные фасциальные пространства таза. Она может, депозиты находятся на разных уровнях. Не обязательно, что это будет именно непосредственно рядом с опухолью. И исследование Аккорд показало, что если у пациентов имеется венозная инвазия, то частота возникновения вовлечения циркулярного края резекции увеличивается в разы. То есть этот признак, он ассоциирован с вовлеченным латеральным краем. И это не секрет. Вот я хочу показать вам один из примеров. Опухоль среднеполярного отдела вовлекает кишечную стенку примерно с двух до четырех часов. Это сама первичная опухоль. Извините, что исследование несколько прыгает. Вот мы отмечаем при этом опухольный сигнал мезоректальной клетчатки. Он вовлекает вот здесь мезоректальные фасции. И мы видим также выход в экстромезоректальное пространство вот здесь вдоль внутренних подвздошных сосудов слева. Выходит венозный депозит. Вот посмотрите. Это не лимфатические узлы, потому что они идут вдоль венозных коллекторов. Мы не отвечаем капсулы. Венозные депозиты. Конечно, эти пациенты... Вот еще один из примеров. Опухоль находится по левой стенке, а вот венозный депозит вдоль нижних прямокишечных сосудов. Венозный депозит уходит и инфильтрирует правое пространство таза. Далеко не все изменения сосудов мы отмечаем как МРТ-положительный признак. Лишь когда мы видим, что опухолевый сигнал находится в самой структуре сосуда, и когда мы полностью теряем низкий сигнал сосуда на фоне опухолевой инфильтрации. Вот один из примеров. Это отрицательный признак наличия. То есть здесь мы не отмечаем венозную инвазию по данным МРТ, а здесь она отмечается. Видите, вдоль сосудистого коллектора. Вот тоже венозная инвазия. Вот венозная инвазия. Вот венозная инвазия. То, о чем я говорила. Первичная опухоль находится на расстоянии от венозного депозита. Венозный депозит инфильтрирует верхние прямокишечные сосуды. Не забываем, что такой признак может отмечаться также и при ранних раках. Это не обязательно, что у вас должно быть Т3Д, Т4 изменения, стадия. Вот венозный депозит, вот инфильтрированные венозные коллекторы. А сама опухоль на самом деле достаточно маленькая. Т1, СМ3, максимум Т2. И на основании всего изложенного хочу просто вам представить наши рекомендации, как мы лечим пациентов на сегодняшний день. То есть, если мы говорим, что у пациента ранний рак, Т1, Т2, по данным агенозной томографии нет признаков венозной инвазии. Вероятность вовлечения наличия пораженных лимфатических узлов в данном случае составляет 90%. Даже если есть лимфатические узлы, то частотали садива у этих пациентов меньше 3%. Мы можем выполнить тотальную зерехотомоктомию. Конечно, совершенно другой расклад будет, если мы говорим о органно-сохраняющих операциях, если мы говорим о локальном исечении. Там будет несколько другой подход. И эти данные представлены из PRESERV и TESA trial на сегодняшний день. Если мы видим, что у пациента Т3А, Т3Б отрицательные признаки венозной инвазии, отрицательные циркулярные края резекции по данным агенозной томографии, мы выполняем хирургическое лечение без назначения неодевантной химио-ручевой терапии. И в том случае, если у пациента есть венозная инвазия, распространение опухоли за пределом мышечной стенки более чем 5 мм. Мы данным пациентам рекомендуем неодевантную химио-ручевую терапию, потому что у них вероятность венозных депозитов, которые распространяются обширно, велика. У них, соответственно, велика вероятность распространения опухолиторальной клетчатку таза, наличие, соответственно, циркулярного края резекции. И у этих пациентов, как я показала, в том случае, если нам удалось конвертировать из положительного признака венозной инвазии в отрицательный, у них прогноз значительно лучше. Поэтому данным пациентам назначена одевантная химио-ручевая терапия, но никак не тем, у кого мы отметили увеличенные лимфатические узлы по данным предоперационной диагностики. Спасибо за внимание. Спасибо.